магуайр палишься вязать завтра кататься ребята пресса миха магуайр и завтра у нас пока туха паха туха у нас ребятами с этого travel это шикарные четыре дня мы будем снимать ролик в погоне за мавриками но так а скорости большие необходимо ваше большое внимание уделить экипировки вот у меня есть стандарт экипировка квадроциклиста но мне нужно подавать ту экипировка которая позволит мне быть более мобильным но в то же время более защищенным для этого мне поможет салон моторики поэтому поговорим с мы же выберем самые оптимальные вещи и шлемаки защита груди налокотники не знаю но на коленнике точно и мотобота потому что мотобота это самая важная часть в любой мототехники потому что это ваши ноги всегда жила бы защищена до уровня берца как я рассказывал всех видосов а ведь я должна быть защита и самое главное шлем берегите голову вдруг там мозги привет друзья как вы поняли от моторика я сегодня в такой не очень обычный ролик выступаю обычно вам тут рассказываю на ютюбе про экипировку и прочие всякие мотоциклетные штуки дрюки а сегодня ко мне пришел миша магуайр мы с ним тысячу лет знакомы наверное самый главный блогер по квадроцикла вообще в стране и сегодня мы будем его одевать все мои теоретические знания по и кипову применим сегодня на практике не привет на ранте давай рассказывай что хотел что у тебя еще нет у тебя должно быть все давай начало я расскажу кто такой паша курлапов это спортивный журналист гонщик спортсмен там много регалий на самом деле у нее отдельный свой канал про очень прекрасную тематику мото экипа все остальное почему именно это прямо я пришел и к нему пошли ну смотри у меня покатуха скоростная с ребятами с этого travel это баги маврики это сегвей задача такая потому чтобы я был достаточно мобилен но защищен ну то есть тебе надо не только ехать и от них не отстать но еще и бегать вокруг них с камеры и что-то успевать снять про то есть задача как бы быть мобильным не сковывать чтобы движение несколько хватало там до полазить с камерой туда-сюда вылетел соскачал то есть это серьезно заправил да и соответственно чтобы все-таки какая-то защита была потому что за мавриками надо блин спешить я тебя понял ок значит у нас получается такой формат около туристической экспедиционной но повышенной легкости до 400 километров за 400 по 200 вы должны проходить окей давай тогда начнем по традиции самого главного до с головой значит для тебя есть несколько вариантов про который можно на канале говорили тем не менее вот про этот конкретный шлем разговор еще не было но он н 72 x это adventure шлемом как мотоциклетный но я думаю что по твоей задачи подойдет в чем его прикол значит это по сути дела шлем три четверти то есть у него большой очень широкий визор у него есть эндурный козырек все как положено есть санвизор место для крепления gopro до мест для крепления gopro мест для крепления гарнитуры кстати сюда встает инком это фирменная нововская гарнитура отдельная история то есть как бы можно прям взять родную гарнитуру сюда чпок все посадочные места уже есть как бы то есть это все ставится вообще без буду без чего да и все и можно ехать санвизор естественно в комплекте и самое интересное то что этой шапке можно отстегнуть забрал челюсть хопа и получается вот такая штуковина три четверти да то есть если там вдруг ехать не сильно быстро или очень жарко можно снять можно отснять козырек можно снять стекло и на дании я могу добавить допустим ты едешь на квадрике пристегнул забрала пересел в баги отстегла стегнул доехал вообще элемента да то есть такая вот универсальная штуковина может тебя заинтересовать 1500 грамм всего то в общем то с учетом что тут столько всего навешивая пошу ну я все-таки придерживаясь классическим видом потому что в любом случае чаще катаюсь на квадрике чем на багги поэтому наверное что-то более отстежки не нужны да хорошо это следующий вариант влияет на безопасность смотри безопасность xlite x552 примерно та же история adventure шлем но он уже ничего не отстегивается то есть как бы надежность гораздо выше естественно тоже козырек тоже санвизор в комплекте да то есть и рам карбон 27 скоростей их слайд делает шлема карбона ну он не нравится больше чем причем предыдущий слово уже карбон не нравится цвета правильные вот коропоративные конечно но я всегда говорю так это почему красный цвет потому что всегда видишь его в лесу в болотах и так далее это поэтому тоже джесси то не просто так это элемент безопасности который также продумал но опять же время да если тебе жасить там за мавриками быстро и долго то конечно то есть это вариант не очень хорошо и нужен мне побольше все таки что мог было больше воздухообмена ну тогда только один вариант как бы остается классическое классика пойдем туда так ну коли уж за безопасность то наверное если ты так вот прям за свою голову переживаешь не буду тебе предлагать совсем бюджетные модели да давай скажем опять же продолжим про карбон x502 x lite опять же карбон 1380 граммов причем это размер xl легкий ну да очень до подготовка под гидратор то есть здесь есть клапана цеплять шланг там есть соответственно держалки для непосредственно соски есть экстренный сброс щек ну и соответственно все вот тебе обдышись кислородного голодания не будет смотри меню кстати да интересный формат хорошие воздушные каналы для тех кто не знает что такого не сброс щек это когда не дай бог вы все таки упали до снимается вот такими штучками бас это вытаскивать и спокойно снимается шлем до чтобы не нагружать шею если она вдруг травмирована такое может быть снимаются щеки и потом уже без усилия без нагрузки на шею растягивающий снимается шлем то есть так но он очень легкий вот да вот модель италия размер да и слайд и молуны все сделаны в италии никакого очень нравится давай наверно на нем остановимся а красненький красненького нету будет черненький тоже в моих цветах поэтому здесь подумаем как надо будет поставить здесь гоупроху потому что видосы будут первого лица сошли мы разобрались следующее переходим чему ну следующее у нас повода пока повесим его я надеюсь что у них кто тут у нас не купит пока мы ходим выбираем будет вам говорят уже присматривают мы всегда вы говорим следующее по важности весь после шлема это мотоботы потому что костей в ногах много ломаются и очень просто а заживают очень долго пойдем в ботинки мотогон и все коль ты говоришь что тебе надо много бегать вообще на самом деле такая взаимоисключающая достаточно история потому что это будет обзору и да все то есть это как правило да если это быстрые парни на квадриках тот кроссовую мотоботы бегать в них поэтому надо что-то другое соответственно подходим к вопросу нестандартно у нас не будет лютого рубилова там где можно через голову летать на квадрики и там он может упасть на ногу и все такое все-таки это такая поездка больше туристическая соответственно лютой бешеной кроссовой защиты ног нам не надо наверное при этом надо чтобы человек мог спокойно бегать соответственно такой тип обуви используется в мотоциклетных ну мотоциклетной сфере это называется туринговые мотоботы почему бы их не использовать на квадрики да в принципе тоже самое смотри вариант номер раз допустим берем что-то вот такое вот это сиди адвенчир на гортексе то есть это не мокнет но это все равно достаточно тяжелая история то есть они легче кроссовых но они субами да это жесткие такие такая история то есть это не бегать конечно это ехать ну смотри это смотрится красиво интересно но на самом деле мне будет очень жалко их убить потому что все-таки элементы какого-то легкого бездорожья то есть глядь глина она убьет вот это по красотищу да ну поэтому конечно да окей хорошо нет но это все-таки жестковат но я не мог тебе не предложить да хорошо это такая адвенчир такая эндурная тема но при этом люди ездят в путешествие на мотиках не только на город и на эндурах да это горы это горы сухой сухими это гортекс почему это не промокайка эта мембрана который не мог но давай перейдем тогда к варианту полегче сиди айрегар тоже на гортексе на мембране то есть это тоже не мог нет пока не зальется через край она не промокнет слушай но и в этом уже можно ходить да то есть уже подметка при этом защита носка защита пятки защиты щиколотки все как положено буквально недавно кстати у нас выходил видос по обуви я рассказывал про сертификацию мотобот европейского теща покажу ты тоже будешь умный будешь все знать смотри вот тут на мотоботах всегда есть бумажка они написаны и n13 640 634 2017 и дальше стоят четыре циферки 2222 2222 ну там по разному как бы это разные испытания проходят ботинки и там протыкают стирают об асфальтом что еще с ним делают сжимают в тисках короче двойка это высшая степень защиты то есть если мы возьмем например вот гоночные какие-нибудь то здесь тоже будет 222222 то есть по степени защиты эти боты за ничьим идентично но недорогие вам горные и не мокнут то есть это как сапоги получается ману они лишь низкие то есть это не то что там до коля здесь как раз через вот мы проедем на квадри до где-то там чтобы что-то толкнуть мы можем грубо прописать здесь у меня вопрос таки по шлемам интересный вопрос был от подписчиков сколько служит обычный шлем ну понимаешь что 1 до серьезного падения это автоматом андакуда по практике в моему спортсмену как ездить у спортсменов ну во всяком случае шик и мы где допустим больше трех лет шлем не допускают до гонок вот поскольку у нас не гонки кстати по внедорожным гонкам по моему такого нет то есть сколько я гонялся в свое время на квадриках никогда не спрашивали мы не заразал на чтобы он был то есть было зачем закрыт это было кроссовые за себя за щелками все стандартные смотрим срок изготовления шлема как бы тут да все верно то есть если он не развалился есть там не вывалился пенопласт если он не болтается на вас тоже там все умялось давно и он так не проворачивается если он плотно сидит если в нем не падали не бились то в нем можно ездить но малагаться там дотовская всегда ну дот и си 2205 2206 основе дот это америка и си это евросоюз и добавить что малагаться с она более жесткого по требованию до массы тоже был видос пройти 2205 2206 там они отличаются прям как небо и земля то есть там настолько ужесточились требования есть возможность берите всегда есть да если есть возможность берите если 2206 это самый последний самый строгий стандарт сертификации шлемов в европе и с 2024 года все продаваемые в европе шлемы должны будут иметь эту сертификацию сейчас еще пока можно встретить 2205 подходи сюда по защите смотри следующая история не так много вариантов то есть это в первую очередь обычная классическая старый режим на черепаха я никакая наверняка не одна есть да поэтому ну очень весело к ты в покатухе у тебя там локоть слез там да тут еще камера тут еще гоупро надо еще надо бегать если так вот такой там весь такой кукоженный до вариант 2 кроссовый панцирь но это нам тоже не твои броня когда нету то есть это реально залез на кроссовый мотик отъездил от дубасил там заезд на ревнул снял анды то есть зато не страшно биться обруль там грудью да и не ломать себе ребра но опять же это не наш лент третий вариант это вот такая вот история защита спины полумягкая такая то есть у нее жесткий пластик наклеен на его ашку и на соответственно сетку на ткань и защит груди да то есть в принципе да то есть если приложиться оба есть выгодать там не допрыгнешь там какой-нибудь разрывной трамплин и степ попадется и ты нас как право или в лесу мы там втыкаешься да и ткочки бревна и так далее нехороший грудь защищена спина защищена при этом как бы это никак не затрудняет движение она легкая видишь то есть суши по весу фанеру там брали моя штатно она там реально тяжелую туда конечно не нравится что здесь цель все как это называется пластина цельная потому что были моменты когда вот в бочину там она складывалась ты прям получал аккуратно между грудака как бы ветка или еще что-то да да а здесь как бы цельная защита мне нравится суши давай пока отложим померяем мне нравится ок супер все оставляем идем дальше дальше у нас спускаемся опять к ногам защит коленей тоже немаловажная вещь а когда вы дуба сети много-много километров это основная вещь которую вам а создает эффект для пружинистости изучает пашка ленину пока там с камерой разбирался этот выбрал там себе в ну примерно там варианты выбора защиты для коленей ну губа не дура я смотрю вот остались к то как бы это топчик конечно только зачем ты детский взял я не понимаю ну ты немножечко не твой размерчик это может быть на локте тебе подойдет это не работал это хорошая штука это топовая фактически вещь остый риск это одна из одни из самых высоких степеней защиты на мелкому как раз скоро будет шесть лет приводи вот как раз они тебя подождут у нас еще их есть так что нормально так это примерно тоже та же история тоже это тоже анатомичный брейс на двойном шарнире защиты чашки с крепежом я с ним не побегаю но это не бегательный абсолютно конечно история то есть эта история тоже или каких соревнований или кроссы или если у тебя совсем уже с коленями плохо их прямо вот вообще нельзя никак уже как бы поздно да то есть как бы как бы как профилактика это когда колени болят но и но кататься хочется когда уже наш корваные связки там кресты и вот это все то есть когда ты собрали да ну но как бы кататься надо и хочется но тут у все хорошо риск повреждения должен быть нулевой вот тогда ты надеваешь такие вещи это тебе тоже нам не надо ну а вот два варианта вот тут как бы полноценная защита еще получается к как это передней часть голени долине вот ну мне кажется с ним тоже будет не очень удобно расскажи пока про него суши но это такая история да как раз более лайтовая то есть очень мягкая скажем начало чулок да сам мягкий изнутри все тоже мягкая а вот здесь как бы уже какая-то жесткая защита стоит тут пластик ну то есть это вот должно теоретически заправляться в мотобот но поскольку мы с тобой остановились на не очень высоких мотоботов да то есть может получиться так что он тебя будет где-то вот здесь болтаться срез ботинка и те будет неудобно будет задевать и он не сможет его нормально зафиксировать на самом деле многие квадроциклисты подтвердят что иногда не хватает даже в эдресах дали вот это именно именно этой защиты голени потому что там да это лезешь кто-то переступаешь наступать и ты прям чувствуешь это братья колен в это самое вылезает упирается в ботинок ну короче до бывает но опять же учитывая твой вариант уж тебе надо много бегать будет и не только ехать и при этом ты не будет контент контейнер дорожный контент не заметно амбассадором бездорожье поскольку ты не будешь садить разрывные там и прыгать через овраги наверное вот это оптимальный вариант вот в данном таком лайтовому не оставляешь выбора слушай но не мягкие какие мягкие комфортные легкие бегать и ничего у тебя не натрет во всяком случае но это важный момент то есть получается здесь и липучки здесь и молния это все прекрасно крепится да кстати снарлеры вот стоят ты можешь все это надеть и попробовать как это все прямо на квадрике поедешь да у меня будет снарлер комплектации lx самая так понял самой топовой подвеской вот тестировать мы будем в достаточно критических режимах потому что гну угнаться за маврики будет на самом деле это достаточно экстремально точно мне кажется ты будешь первым вот кто снимет и вообще проедет так много 400 километров на ютюбе нету точно слушая давай знаешь сделаем как я думаю на нем пройдем в случае больше потому что 400 км и там у нас будет что компания моторика является дилером компа марки segway да конечно лишь вот они так давай после этих всех покатух напрямых режимов мы приедем к вам с этим квадриком мы его разберем проведем и посмотрим посмотрим а теперь выйди и посмотри что ты наделал да да проведем отличное первичное то посмотрим насколько была правильно подготовлена пикером как это предпродажа на подготовку потому что квадрики я беру с нулевым пробегом это вот простите завода там в коробке до полностью то сейчас его готовят то есть я его забираю завтра завтра у нас длинный день вот и два дня более того после того как мы при гоним его комнату вам его все посмотрим подготовим и у меня со следующей или будет новое соревнование это будет у шатун трофе суши но отличная идея давай тогда мы пока вот ты будешь кататься мы найдем там окно в нашем сервисе чтобы ты приехал и как бы все это дело сделать в первую очередь конечно интересно и нам тоже как продавцам этой техники посмотреть что с ней случится за 400 километров достаточно интенсивной эксплуатации соответственно посмотрим что там в погоне за маврика в погоне за мавриками да вот посмотрим чё с ним случилось вот за эту поездку сделаем ты его и соответственно сделаем какие-то свои предложения как его можно дать уж если у вас есть доработать вопросы пожелать может уже уже комментариях снарлер может да и может быть уже являетесь обладали снарлер и знаете какие-то вопросы там проблемы еще что-то да решите комменты да все будем смотреть будем на ваши комментарии опираться залезем туда если есть какие-то тайные секретные места которые сразу не видно вы знаете что вот надо туда залезть и вы там увидите такое что давай немножечко про основе расскажем ребятам а мы недавно ты сделали у нас даже вот на канале есть короче ссылочка в описании будет где-то здесь и до ссылочка будет а если лень смотреть то смотрите дальше но самое интересное это другое тушь я ты делал тесты вы наверняка его смотрели но я покатался по сути вокруг палки там один день на полигоне а тут будет 400 километров до полноценного совсем другие впечатления так про топовую комплектацию в трех словах то есть первое это настройка амордиаторов там 911 положений ну настройка амортизаторов 2 настройка усилитель ровля не забудь скачать приложение на снарлере регулируется электроусилитель руля только через мобильное приложение 21 век дворе 3 пол три варианта настройки вот грубо то все это будем тестировать пробовать и варианты будут интересе настройки потом это света так понимаю отличается от базовой комплектации то у тебя на топе должен светодиодные стоять понятно что это одна ряда цилиндровый квадрик объем движка 570 570 кубов убегу в 40-го и мощные силы отключаем и кстати дифференциал заднего есть дифференциал в заднем мосту чего у почти ни одного квадрика в мире вообще нет и он естественно имеет принудительную блоку блокировку я об этом говорил но это кстати только на топовых моделях на базовых на базовых вот допустим на этой блокировки и дифференциала вообще в заднем мосту нет поэтому все по классике то есть поэтому посмотрим по расходу мне от очень интересна составляющая по посмотрим по управлению но так если заинтересовать данной техникой обошлись компанию моторику к павлу лично подскажет расскажет самые составляющие ничего мы не забыли и очки и очки все то есть в принципе у нас и комплект собран да ну наверное стоит рассказать по поводу очков суши хотя бы основных трех видов очков очков ну ты же понимаешь миллиард да то есть вот это ты принес я так понимаю просто это просто показать за показать казалось спортивное что здесь когда личная кроссовая история здесь установлена перемотка вот для моих спортсменов веревочка за которую можно дернуть и вот здесь в рулоне лента прозрачная дергаешь один раз она проезжает и соответственно у тебя появляется с глазами чистое опять стекло то есть если летит грязь это но это такая чисто спортивная тема естественно лента не бесконечно ее надо менять естественно от этого так или иначе несмотря на то что там натянута леска по которой скользит пленка царапается стекло грязью которая попадает туда то есть эта история до грязь это абразив это абразив и сестры сета сугубо спортивные вещи в обычной жизни там тем более в квадрах она совершенно не нужна поэтому мы ее откладываю ну и ладно дальше соответственно у нас вот получилось так то или иначе 2 лучше скажу да у нас бывает затемненная линза желтая и белая ну да бывают разные линзы соответственно стоимость очков от в первую очередь ну качество самой линзы качество материалов во вторых это количество слоев непосредственно в линзе то есть как правило одна и та же модель мэрик но одна снегоходная 2 м x то есть мотоциклет на и отличается тем что в снегоходной двойное стекло не потери работает когда как стекл пакет у вас дома то есть она не потеет за счет того что между стеклами есть воздух и соответственно желтенькая но это опять же зимой лучший лидер ельев дорог до установленных формах да да соответственно и мы затемненная теперь варианты смотрим и плюс естественно во многих масках идет второе стекло в комплекте то есть одно темное 2 прозрачный или там одно темное 2 желтая базовая маска фиксар и мы с maverick 1 1 стекло прозрачная линза приятный на ощупь материалы может померить важно чтобы шлем сидел не болтался чтобы не было такого эффекта но и класс ну как как все домой ну ну мне нравится то есть прекрасно подходит выбор очевиден вернее без вариантов ну да то есть у нас вот так получилось что при всем богатстве выбора альтернативы практически никакой не нашлось то есть мы выбрали четко то что отвечает нашим вот конкретным этим за даймами весь список того кипера в этой кировке которую я приобрел она будет внизу по видео под описанием вот более подробную информацию как это будем эксплуатировать уже видосов можете посмотреть то есть мы соответственно ждем у тебя на канале видео с уже скажем практическим обзором экипировки как она себя повела чем мы с тобой тут на выбирали насколько мы как бы ошиблись попали не попали на сколько это практически не сомневаюсь чтобы как бы все правильно сделали вот профессионализм то он никуда не девается тем не менее интересно будет послушать твое мнение вот о таком нестандартном скажем так комплекте экипировки до собранном из мотоциклетный квадроциклетный кроссовые всего для кого как это для квадрика на квадрике ну обычно выйдет свои ботинки как бы на этом весь как бы вопрос но на самом деле когда покатухи скоростные здесь есть смысл посмотреть что-то все-таки ради комфорта поэтому ждем твоем канале уже отзыв об этом экипе вас соответственно ждем к нам салон за экипировкой за мотиками за квадриками снарлеры есть стоялся есть все все хотите как бы все он подберем оденем обоим отправим в лес все маршруты где покататься обращайтесь ко мне покажу да это не знаю да напоминаю что есть телеграм-канал первый канал это тв news это тв-блог где все самые большие свежие новости по квадро миру и мото миру второй канал он так называется квадро блогер макуайр это чисто лайф то есть лайф с этой съемки лайф то что все что не ушло в общий канал потому что контента очень много и чтобы не перегружать я в общий канал не даю там все от лайфхаков до покатух треки юмор трешняк со всей россии ребят подписывайтесь ставьте лайки комментируйте задавайте вопросы мы следующих видосов всем об этом расскажем михаил макуайр канал моторика подписывайтесь будет интересно всем пока а